Это чтение для знака зодиак Рак. Привет, Раки! Ваш расклад готов. В центре событий лежит... Старшерка, Высший суд. Эта карта предлагает вам разобраться с самим собой, с текущей ситуацией, где вы находитесь, кто вы в этой текущей ситуации. И, возможно, разрешить себе простить кого-то или признаться в чём-то для того, чтобы освободиться от вины своей или другого человека в своей жизни. И в этом случае освободиться, очиститься и переродиться. Это будет такая основная атмосфера, на которой будет сфокусирован месяц февраль для некоторых из вас. Я думаю, что для маленькой группы людей, которые посмотрели это видео. Это метафорическое перерождение, когда душа вас зовёт двигаться. Или ваш внутренний голос, возможно, иногда это ангел, люди говорят. Иногда говорят Высшее Я. То есть оно, это Высшее Я или ваш ангел-хранитель, появляется в серьёзные моменты, когда уже как было быть не может. И чаще всего нависает над вами вот так страшным образом, потому что, если даже вы хотите, чтобы это было, ну, избежать этого, то это неизбежно. Потому что наши души имеют какой-то план на этой земле. И не всегда мы знаем об этом плане. В тайм перерождения, если вы верите в реинкарнацию, мы выбираем свой путь. Но мы забываем в это время обо всех своих прошлых опытах. Мы выбираем сами свой путь. И как маленький ребёнок рождается, учимся по нему ходить. Учимся быть сильными для того, чтобы пройти этот путь. И время от времени наш ангел-хранитель или Высшее Я проверяет нас, где мы, правильно ли мы идём, туда ли мы идём. По своему ли пути мы шагаем. И если мы совсем отклонились, то тогда вступает в силу вот эта невидимая рука, которая говорит «Стоп! Стоп! Поменяйся! Поворот!» Ты живёшь в отрицании себя или отрицании момента. И, скорее всего, будешь повторять свои ошибки прошлого, если не научишься, не получишь свой урок и не научишься снова, снова и снова. То есть здесь у многих из вас будет цитация, в которой вы скажете «Я уже встречался с этим, мне это надоело, всё, хватит». И ангел летом на некоторых картах труба зовёт, как бы внутренняя труба, ангел дует в трубу, и ваш внутренний голос вам говорит или скажет «Пожалуйста, понаблюдай за собой, посмотри, что ты делаешь. Не закрывай глаза на свои собственные недостатки, отпусти других людей недостатки и, возможно, отпусти людей каких-то или ситуации какие-то из своей жизни, чтобы развиваться и жить спокойно и счастливо дальше». Так, пересекает вас в этом случае. Карта Король, Король Мечей. Эта карта будет представлять энергии, которые противоречат основной карте нашей высшего суда или помогают для некоторых из вас. То есть если вы развитая душа, развитая у вас хорошая, на высоком уровне вы вибрируете, то это будет положительная карта. Если же люди, ну, наверное, все мои зрители высоко вибрирующие, если же человек не очень высоко вибрирующий и погряз в какой-то трясине своих мыслей, которые не очень высокие, то тогда эта карта будет той картой, которая остановит вас от принятия решения важного в вашей жизни. Я надеюсь, что это не вы. Это карта двора, и она может представлять людей, само собой, разумеется, да, потому что здесь человек, а не символ. Ну, то есть символ и есть человек. Этот человек в положительном смысле очень большой стратегист, то есть он вырабатывает, любит и умеет, и знает, как это делать, стратегии для того, чтобы выйти из какой-то ситуации, разрешить какую-то ситуацию. Это, возможно, другой человек в вашей жизни, такой же высоко вибрирующий, потому что точно совершенно от мыслей этого короля или этого человека зависит ваше какое-то перерождение. Если это вы, то значит, от вас самих. Он очень хорошо рассматривает, внимательно рассматривает все свои поступки и действия и держит свои эмоции под плащом, под поверхностью воды. Это как айсберг. Мы видим в Короле Мечей только верхушку. Все эмоции мы не видим, они все спрятаны, это не значит, что их не существует. И этот человек будет действовать в правильное время, в подходящее время, не просто так, сумасшедшим махая мечом своим и задевая других людей, разбивая другие ситуации или судьбы. Нет, он будет действовать в то время, когда самое то, когда нужно. То есть он очень хорошо дружит с этим, потому что он стратегию вырабатывает, он поэтому знает, когда нужно что-то делать. То есть он будет в этом случае помогать. Это ваш ум, который будет вам помогать, чтобы вам не встретилось на вашем пути. Если вам придется разбираться с кем-то, если это может быть ваш бывший партнер, как женщина, так и мужчина, просто это развитый человек, вы должны быть осторожны, потому что у него может быть какое-то спрятанное оружие. То есть он вам может его и не показать, и только вынет свой, достанет свой меч в определенный момент, когда ему будет это выгодно. Поэтому выбирайте свои сражения, разговоры умно, и не теряйте свое время на сражения, не затупляйте свой меч умственный на сражения с людьми, которыми, возможно, недостойны вас, или на разборку ситуации, которая для вас не так важна. То есть здесь нужно будет расставить серьезный приоритет. А приоритет уже расставлен нашей картой высший суд. Вот такая ситуация в центре событий. А что у нас находится в подсознании? В подсознании у нас повешенный. Повешенный говорит о том, что работает на внутреннем невидимом вам уровне в этой ситуации. И это, конечно же, серьезные перспективы, которые вы рассматриваете на будущее. Посмотрите, это довольно-таки благожелательная карта. Здесь растут фрукты. То есть этот человек почти как фрукт вырос и висит с веточки дерева. Он не выглядит здесь, что он страдает. Он выглядит, что он видит то, что не видят другие. Все рассчитывает, хорошо знает, опять-таки, когда ему, когда вот он готов. И раньше времени он выступать не будет. То есть вот эта труба внутренняя, которая вас зовет, это вот благодаря ему, благодаря этому повешенному. Вы обретете новую перспективу на какие-то вещи, на человека, на ситуацию. Такую, которую вы, может быть, раньше и не предполагали. То есть какой-то новый путь выхода из проблемы или разрешения конфликта вы здесь для себя откроете. Потому что много очень свежих и ясных мыслей, как кровь в голову. Когда человек перевернут, вся кровь под действием притяжения Земли направляется в голову. То есть все эти силы, духовные силы, эмоциональные силы, силы умственные, организм отдает для того, чтобы напитать нашу голову. Некоторые из вас проснутся или проснулись, или просыпаются уже, потому что это все действует у вас на заднем плане давно. Но это серьезная карта на подсознании. Проснулись и осознали. То есть здесь как бы карта осознанности. И, возможно, отпустили какие-то ситуации, над которыми вы не имеете контроля. И в этом-то и является ваше просвещение. Вы просветились. То есть вы отпускаете карты. Говорят, то, что для вас уже не работает, на то, что вы закрывали глаза, на то, что уже нельзя вернуть. Вернее, вернуть можно, но тогда вы будете наступать на те же самые грабли еще раз. Потому что вернуть можно. Карта говорит о бывшем, который может появиться в вашей жизни человеке. Но вы должны решить в этот раз. И если вы будете опять и опять, или принимать этого человека, или затевать какие-то разговоры, разборки, возможно, это ничем не кончится хорошим для вас. Только, возможно, заберет вашу энергию, жизненные силы, которые вы могли бы, возможно, где-то еще. Невозможно, а точно. Потратить где-то еще. В более продуктивном и приятном направлении. Прошлое, ваша прошлое, карта силы. Здесь может быть красивая карта накопления силы. Возможно, как мы говорили, когда вы вырабатываете стратегию или вырабатывали, вы знали, что сейчас нет сил этим заниматься, этим делом конкретным или этим человеком. Вы знали, что вам нужно их подкопить. И вот повешенный вышел у нас в подсознании. То есть силы, которые вы, возможно, научились, что-то вы можете взять из прошлого. Возможно, вы научились контролировать свои инстинкты, контролировать свои какие-то неосознанные реакции или на человека, или на ситуацию. Кто-то из вас, возможно, покорил сам себя, избавился от каких-то страхов, или избавился, или избавится, потому что работа уже над этим шла. И здесь работа идет над тем, чтобы достичь гармонии. Гармонии противоположностей. То есть гармонии человека как интеллектуального существа и животного, как инстинкты наши. Как бы может быть и подсознательной реакцией. Потому что инстинкты – они часть нашего подсознательного. Здесь вы научились, может быть, успокаивать себя в каких-то ситуациях, не торопиться, приступать к действиям сразу. Как мы говорим, стратегию разрабатывает человек очень хорошую. И может действовать тогда, когда он считает нужным, а не тогда, когда обстоятельства работают против него. То есть будет дождать нужного момента. Возможно, в вашей жизни была какая-то сильная страсть, которую вы покорили, или же заглушили, или же остановили. Здесь может быть два варианта развития. Когда вы ее остановили и решили полностью избавиться от этой части своей жизни. И это вам удастся, если это не ваш путь, не ваш кармический партнер, не ваше оно. И Вселенная вам уже показывала много раз, оно не ваше, не ваше, не ваше. А вы говорили, я хочу, я хочу, я хочу. И шли на поводу своих животных инстинктов. Другой вариант, когда вы уже обрели эту смелость, эту решительность для того, чтобы сказать самому себе «нет». И уже двигаться вперед в неизвестное, возможно, в какое-то перерождение что-то новое, открывать в себе что-то новое. То, что, возможно, было в вас глубоко спрятано, и вы не хотели или не могли использовать. То есть вы разрешаете себе действовать, основываясь на своих инстинктах и внутреннем голосе, карта говорит. Так, следующая карта. Следующая карта. Хорошая, отличная карта, но не для головы. Карта «Рыцарь чаш». Возможно, вы несете сами свою чашу, потому что это ваша голова, да? Это наверняка случится, если вы захотите, потому что вы будете искать возможностей для того, чтобы найти себе идеального партнера с вашей точки зрения. Вы будете привлекать к себе, в связи с тем, что у вас меняется ваше сознание, будете привлекать к себе романтичных людей. Они не обязательно надежные, они могут быть приятные в общении. Вам это нужно, вам это хотелось бы. Тепло, любовь, счастье. Когда, понимаете, эта карта для головы не очень хороша, но бывают такие моменты, когда на вас наплывает волна вот такой любви и счастья, и ваше мышление, сознание вот этого короля мечей, оно иногда затмевает, вернее, эта любовь, этот наплыв чувств затмевает ваш разум. то есть логика, все причинно-следственные размышления могут уходить на второй план. Не забывайте про сами себя. Здесь карта говорит, да, вы можете следовать своему сердцу, если это то, что вам натрубил ваш ангел. Если вам ваш ангел натрубил, что нет, сейчас не время это делать, сейчас у вас есть другие обязанности и задачи, тогда здесь будьте осторожны, потому что это соблазн. В голове у вас будет соблазн. Какой-то человек, возможно, сможет соблазнить вас и отвести вас от вашего истинного пути. Будьте осторожны. Здесь может быть очень много эмоций, которые вас могут поглотить. Что вы из этого получите? Чаще всего просто путешествие какое-то, excitement, adventure, то есть путешествие в любовь. Может быть, вам это нужно, но у этого могут быть и последствия не очень положительные. Поэтому основывайтесь все-таки на уме. Не позволяйте своим решением, решением вот этого короля мечей, своим собственным, полностью быть и затмиться какими-то начальными всплесками эмоций. Для вас это особенно важно, дорогие майраки. Если эта карта не представляет человека, то это напоминание для вас, что после тяжелых времен вы можете также и чем-то насладиться, порадовать себя. Искусство, красота, музыка. Это вам будет на пользу. В ближайшем будущем Восьмерка жезлов Восьмерка жезлов в позиции ближайшего будущего или что возможно случится говорит о том, что на вашем пути будут какие-то бурные энергии. Может быть, это поездка, полет неожиданный, быстрый. Видите, здесь девочка немножко ошарашена, что происходит. Когда такие серьезные старшие арканы входят в силу, как ваши предыдущие, должна произойти какая-то перестройка внутренняя в любом случае. Это потенциальное сообщение, которое может прийти вам от кого-то или о чем-то. Это предупреждение, что возможно вам нужно придержать ответ на какой-то поступок или реакцию или предложение не делать каких-то быстрых решений, чтобы потом не пожалеть. Не отступать от своего плана также, потому что это может увести вас от реального плана. Эта карта увеличивает активность у вас в жизни. То есть придется что-то делать. А другие карты говорят, не отступайте от намеченного плана, но и не забывайте про себя, не забывайте про приятное времяпровождение или что-то сделать для себя приятное. Чем вы наслаждаетесь? остановиться как бы на мгновение, но ненадолго, не застаивайтесь, так что у вас уже это было. Если это какая-то короткая встреча с прошлыми какими-то людьми, насладитесь моментом, поворачивайтесь и идите дальше. У вас есть какой-то другой путь, новый путь, по которому вы должны начать шагать. не наступайте на грабли старые, потому что здесь может быть посылы такие непонятные. Вы можете неправильно оценить ситуацию, если будете действовать торопливо, не действуйте торопливо. Следующая позиция ваше положение, как вы смотрите сами на себя. Волкнуйтесь, волнительное положение, чувствительные раки. Возможно, вы что-то чувствуете, даже что другие люди не чувствуют, вокруг вас энергии. Вы очень-очень чувствуете, не всегда можете положить это в слова, да, или перевести в мысли. То есть у вас есть какие-то предчувствия, страхи какие-то, возможно, которые не дают вам ночью спокойно спать. Некоторые из вас возвращаются снова и снова к памяти своей, иногда это вызывает, возможно, депрессивное состояние, из которого нужно абсолютно точно выходить. Даже если вы этого не хотите и даже если это страшно. И в этом вам поможет рыцарь-чаш, который на вашем пути появляется. Или вы, можно сказать, даже сами его создаете, или вы находитесь в правильном месте, в правильное время, когда вы разрешаете этой энергии рыцаря-чаш войти в свою жизнь. Возможно, вы и не представляли, что случай подвернется, который, если особенно вы одиноки, который может привести к очень приятному времяпровождению для вас. В основном вы это понимаете в голове своей, вашим умом, что вы должны предоставлять себе возможности радоваться. Но вот иногда наступает ночь, когда в голову лезут всякие мысли. И иногда здесь бывают даже сообщения из подсознательного. Возможно, если вас терроризирует какой-то один и тот же вариант сна, вам нужно серьезно задуматься и возможно провести анализ этого сна символический. что именно это может означать в моей жизни. Потому что это явно подсознание хотело бы к вам достучаться. И возможно, вы чувствуете это, но не можете сами проанализировать. Обращайтесь к специалисту. Здесь каждый может такой совет дать. Так. Так, так, так. В окружающей среде. что же у вас в окружающей среде? Ну, она такая суховатая у вас сейчас окружающая среда. Посмотрите на лицо этого человека. Вы стараетесь удержаться на своем положении, в своем положении. Возможно, оно не такое радостное, как вам бы хотелось, но оно устойчивое. Здесь карта говорит, что люди вокруг вас, возможно, завидуют тому, что у вас есть. Не обязательно у вас есть много, но ваша способность делать из малого достаточно вызывает, возможно, у некоторых людей не очень хорошие чувства. это могут быть члены семьи, или друзья, или коллеги. Постарайтесь держать свое при себе, не распылять свою энергию, я бы сказала, не деньги даже, может быть, и деньги тоже. здесь говорится, что держите особенную информацию о себе, о физическом себе, чтобы избежать дальнейших каких-то неприятных моментов, стычек с окружающей средой. Держите свое при себе, как бы не вызывайте других людей, которые, вы знаете, наверняка могут вам позавидовать в чем-то, не вызывайте их на то, чтобы они проявляли это чувство к вам, то есть придержите свои фотографии, социальные сети, не распространяйте слишком много о своей ситуации, особенно если что-то хорошее вы хотите сообщить, лучше перемолчать какое-то время. А потому что у людей вокруг вас возможно тоже тяжелый период, когда им не хватает или материальных ресурсов, или тепла, потому что даже физического, что происходит в мире сейчас. И что бы вы ни делали, не распыляйте свою энергию слишком много на людей, которые знаете, как вы им даете, а им мало, им все мало, им все мало. Это также может относиться к ревности. Может быть, вокруг вас какие-то ревностные люди, которые ревностно относятся к вам, они хотят, чтобы вы были только с ними, они хотят, чтобы вы были только их, не смотрели туда, не ходили туда, не делали то, и тем более, не дай бог, не сделали что-то для себя приятное. Вот это нужно избегать. Делайте для себя приятное, мои хорошие раки. Вот. Это ваше окружение. Теперь какие у вас надежды? Надежды идеалы или идеалы и нам выпадает опять старший аркан больше луна. После периода каких-то, если у вас есть сны, которые вам не нравятся, неприятны, вы надеетесь выйти из этого состояния, вы знаете, что это состояние временное, вы знаете, что луна идет по кругу, циклы проходят свои, да, и, возможно, наверняка ваше внутреннее состояние или ваши эмоции или ваши чувства, они колеблются с фазами луны, а вы очень чувствительны к этим фазам луны, но, в конце концов, мы состоим почти 70% воды, да, а мы знаем, как луна двигает эти водные тела на нашей планете, вот, то есть эмоции у вас могут подвержены быть колебанием, значительным колебанием, но эти колебания иногда, вот эти штормы, когда вас штормит, они могут привести вас к перерождению, к изменению, все карты старшие арканы, когда выпадают, они говорят, что это внутренний рост, внутреннее развитие, внутреннее открытие каких-то внутренних каналов, да, а с луной это канал интуиции, это канал нового какого-то света, который приходит в вашу жизнь в темноте, да, лучик света в темноте, это сигнал, когда вам вселенная может быть говорит, что вы можете найти дорогу свою собственную, полагайтесь своей интуиции, своим инстинктом, и возможно вы достигнете какую-то мистическую глубину своего сознания, или даже подсознания, или даже коллективного сознания тех людей вы очень хорошо чувствуете, которые развиваете свою способность, которые вокруг вас, используйте их в свою пользу для себя, вибрируйте высоко, потому что когда к вам приходят в голову отрицательные какие-то мысли, особенно навязчивые, это очень сильно отражается на вашем эмоциональном состоянии, старайтесь контролировать, как этот король мечей, контролировать свое мышление, чтобы очень глубоко не уходить в темноту, луна это все-таки мистика, это все-таки темнота, вот, и что-то постепенно, постепенно будет меняться, потому что луна также перемены, особенно в вашем сознании, в вашей психике, что-то будет меняться, вы ждете этих перемен, вы готовы, старшие арканы, да, вы готовы, вы готовы, ура, вы готовы, десятка чаш, как возможный исход месяца февраля, придут вместе все, и семья, и ваши окружающие, и, возможно, у вас наступит какое-то прозрение, какое-то освещение, и это не только от вас зависит, а от всех ваших близких, возможно, у них настанут более лучшие времена, если вы очень сильно заботитесь об этом, и они освободятся, возможно, от трудностей, и это приведет вас к лучшему душевному состоянию. Здесь такая общая радость не только за себя, но и за людей, которые вокруг вас окружают, будь то связано с физическими переменами, с домом, со здоровьем, с любовью, с богатством, все вместе должно прийти к какому-то логическому концу, и он положительный. Здесь говорится, что вы возьмете, используете эти возможности, которые вам предоставит Вселенная для того, чтобы получить максимум счастья, радости и освободиться от какого-то тяжелого чувства, которое зависит от вашего внутреннего состояния, потому что ваше внутреннее состояние очень сильно влияет на окружающих людей. Возможно, вы задумаетесь над тем, какой эффект вы производите на свою окружающую среду, и будете меняться внутренне. Или это просто очередной цикл, который вам показывает, что когда то, что становится темным, оно несомненно цикличное, и оно проходит. То есть не углубляйтесь глубоко, не углубляйтесь глубоко в депрессию или в какие-то отрицательные эмоции. Понимайте в голове сначала, а потом оно отразится на ваше эмоциональное состояние. Понимайте, что это временно, что эти все моменты они очень-очень временные. Наслаждайтесь тем, что случай или ничего случайного не бывает, ваши ангелы-хранители, ваша внутренняя интуиция приводят на ваш путь для того, чтобы обрести какую-то радость и какое-то счастье. Принимайте то, что вам несет этот рыцарь чаш. Если вам нужно какое-то путешествие, совершить, здесь очень положительно карты на это смотрят. Восьмерка жезлов и рыцарь не всегда приносят движение. То есть если у вас был застой какой-то, депрессия в двух словах, вы из нее выходите в счастье. Я желаю вам этого, дорогие раки. С вами была Александра. Также я делаю индивидуальные расклады. Если вам хочется познать себя, обращайтесь по адресу Попеса 88888 от gmail.com Пока-пока. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok